МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Показатели безработицы, невысокие налоговые сборы и слабая зависимость от международной торговли. Кроме того, на выход из кризиса влияет индекс, отражающий уровень миролюбия в стране. Поэтому показатели у России находятся на 37-м месте. Специалисты считают, что для восстановления мировой экономики до уровня 2019 года понадобится 5 лет. В России рассматривают возможности временной заморозки тарифов ЖКХ. Ежегодная индексация, которая должна произойти 1 июля. Такая мера предлагалась ко включению в нацплан восстановления российской экономики. В частности, с инициативой выступал глава торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Однако в Минстрое считают предложение вызовом текущей ситуации и не исключают возможные серьезные проблемы для отрасли. Об этом рассказал глава ведомства Владимир Якушев. При этом он подчеркнул, что ведомство обеспокоено увеличением затрат управляющих домами компаний, например, из-за дезинфекции подъездов из-за ковид. Владимир Путин считает необходимым подхватить тенденции цифровизации, которые возникли в период пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС. Глава государства призвал брать пример с компанией лидеров в этой области и действовать на опережение. Путин поручил правительству и региональным властям создать условия для ускоренной разработки и внедрения российских технологий в сфере связи и IT. В дальнейшем на их базе должны быть созданы качественные и востребованные сервисы. При этом Путин подчеркнул, что необходимо учитывать все аспекты обеспечения кибербезопасности, а также защиты прав и свобод граждан. Российские железные дороги в июле-августе собираются вернуть больше 60% пассажирских поездов, отмененных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Темпы возвращения поездов зависят от ситуации в регионах. Перевозчик разработал три сценария восстановления сообщения. По основному, который принят накануне, будут возвращены 67 поездов во внутригосударственном сообщении. Кроме того, увеличится периодичность курсирования 57 составов. В РЖД отметили, что срок продажи билетов по внутрироссийским направлениям на лето увеличен до 90 суток. Редактор субтитров А.Семкин